Детское радио представляет Живой уголок Сделать мини-зоопарк, живой уголок Сделать мини-зоопарк, живой уголок Привет, дружок! Я доктор Добряков Много лет я лечу и изучаю самых разных животных А теперь рассказываю тебе о них интересные и полезные истории Как ты полагаешь, что общего между пластмассовой строительной каской Пластиковой бутылкой из-под минеральной воды И литровым картонным пакетом из-под сока? Ну, ни за что не отгадаешь То, что из всех этих предметов можно быстро и легко Соорудить отличные кормушки для птиц А? Я так и знал, что более всего тебя заинтересует именно каска Недавно проезжал мимо одной крупной загородной стройки И любовался такими касками Видимо, кто-то из строителей оказался наш человек Большой любитель животных И подвесил каски на деревьях А сверху укрепил кровли Согнул пополам лист кровельного железа И получилось крыши домиком Прорезал в ней отверстие И продернул ремешок каски И туда, где должна была быть голова Засыпал самых обыкновенных семечек Построить простейшую кормушку можно из любого подручного материала В дело можно пустить и пустые пластиковые бутылки или коробки Пакеты из-под сока или молока А если немного пофантазировать То в дело пойдут многие ненужные предметы из чердака или из сарая Но важно помнить несколько основных правил Первое У кормушки обязательно должна быть крыша Иначе корм может быть засыпан снегом или залит дождем Промокнет, пропадет Второе Отверстие в кормушке должно быть настолько широким Чтобы птица могла спокойно влетать и вылетать Кстати Союз охраны птиц России Постоянно проводит конкурс на самую оригинальную красивую кормушку Я видел фотографии Которые присылают жюри Настоящие произведения искусства Это не случайно Ведь на Руси издревле существовала традиция Мастерить зимние кормушки для птиц И украшать их росписью Или деревянной резьбой Найти схемы и чертежи разных конструкций совсем не сложно Но давай на этом не будем останавливаться Подробнее, а лучше обсудим Для кого мы сооружаем наши столовые И где будем их устанавливать Начнем с того, что раздавать угощения нужно зимой Летом у птиц полным-полно еды вокруг И вряд ли их так вот просто дозовешься к столу Я регулярно засыпаю в кормушку зерносмесь для канареек и попугаев И знаешь, с мая по октябрь там пасутся только воробьи А зато зимой слетаются синицы, поползни, зеленушки, щеглы, пищухи, снегири, свиристели, чижи А один раз прилетел даже попугай Да, вот представь себе настоящий волнистый попугайчик Видимо, у кого-то улетел Но, слава богу, удалось его изловить Что выставляют на стол для всей этой пернатой аравы В качестве корма используют сырые, нежаренные семечки подсолнечника Кусочки несоленого сала Печеный картофель Несоленый арахис Тыквенные семечки Обрезки сыра Кусочки хлеба На подкормочной площадке Желательно вывешивать от трех до десяти кормушек На расстоянии одного-двух метров друг от друга Вот тогда веселая шумная компания будет привлекать других птиц со всей округи И еще один важный момент Если устанавливаешь пернатую столовую на столбе Или прямо у ствола дерева Придумай что-нибудь, чтобы не забралась кошка И еще одна деталь Так как птицы всегда нуждаются в воде для питья А зимой особенно Лужи-то и речки замерзают То поблизости можно выставить неглубокие поддоны Заполненные чистой водой И воду нужно регулярно менять А если сильный мороз Разбивать да выкидывать лед И заливать новую В странах Западной Европы Изобрели птичьи пироги А вот рецепт очень простой Берется плоский пенопластовый или металлический поддон Я видел, как используют пластиковые коробки из-под тортов В них насыпают зерна, орехи, сухофрукты, хлопья Все это заливают растопленным растительным маргарином Пирог готов Остается только подвесить его в корыце на ветку дерева Ветер не унесет угощения А выковырить его из застывшего маргарина клювом Пару пустяков К тому же жирная подкормка очень полезна птицам в стужу Ну вот, дружок Вот теперь ты вооружен знаниями Остается только воплотить их в жизнь А я с тобой прощаюсь До новых встреч И до новых историй Живой уголок Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова